В Петропавловске собрался совет инвесторов региона. Вместо ЗАГСа в суд. Северный Казахстан готовится принять семьи переселенцев из тех районов страны, где есть переизбыток рабочей силы. В Петропавловске собрался совет инвесторов региона. Северный Казахстан признан одним из перспективных районов для инвестиций. Участие в заседании приняли гости из Италии, Финляндии, Китая, Австралии и других государств. О Северном Казахстане, как об одном из самых перспективных регионов для вложения инвестиций, говорили на первом заседании Совета инвесторов области. Для привлечения частного капитала созданы все условия, отметил глава региона Ерик Султанов. Благодаря политике, главу государству, Натальевичу Назарбаеву, в нашей стране вопрос об обращении инвестиций уделяется особое внимание. Для этого создаются благоприятные условия. Инвесторы освобождаются от таможенных бошенов на импорт оборудования, представляют центральные гранты, в том числе земельные участки, право на обращение иностранной рабочей силы и ряд других. Сегодня, я думаю, в сутки это все подробно будет обсуждаться. Планов по строительству в регионе индустриальных объектов инфраструктуры у бизнесменов немало. Так, группа компаний Жанну Растана в ближайшее время построит в Североказахстанской области завод по глубокой переработке зерна. С помощью последних достижений науки зерна будут получать клейковину, крахмал, биоэтанол, а также кормовые добавки. Завод предполагает глубокую переработку зерна в объеме 250 тысяч тонн в год. Общий объем планируемых инвестиций составляет 250 миллионов долларов США. Число рабочих мест, которые будут созданы в реализации этого проекта, составляет до 1200 человек. Непосредственный регион реализации – это район Габита Мусрепова, районный центр села Ново-Ишимское. Участие в заседании приняли гости из Италии, Финляндии, Китая, Австралии и других государств. У иностранных инвесторов интерес вызывает бизнес-климат Казахстана. Он говорит, что местные органы управления Североказахстанской области, а также правительство Казахстана предоставляют нам огромную помощь и поддержку. Они нам выделили 50 гектаров земли для постройки нашего завода, а также государство предоставляет нам снижение налогов, а также спустя некоторое количество времени поджитие 30% затрат на оборудование и на монтаж нашего завода. В рамках встречи подписана инвестиционная декларация, а также двусторонние меморандумы. После инвестфорума гости посетили крупнейшие предприятия города. Вместо ЗАГСа – в суд. В Шымкенте осужден 44-летний житель Туркестана, который летом прошлого года похитил школьницу с целью женизбы. Совершить похищение горе-жениху помогали двое его друзей-сверстников. Они также получили длительные сроки. Жертва до сих пор с ужасом вспоминает пережитое. Когда девушка-ученица 11-го класса вышла из школы, трое неизвестных мужчин силой затолкали ее в машину. Затем привезли в одну из гостиниц Фымкента. Здесь один из похитителей неожиданно признался ей в любви и сделал предложение руки и сердцу. Вот он единственное не женатый был, его подельники женаты, они вот решили в один момент, буквально за один день, что нужно ему жениться. Ну такой дружеский был совет. И он сказал, вот есть девушка, которая сейчас выйдет со школы, я ее продаю, на ней женюсь. Но отсутствие согласия девушки не остановило пылкого сдыхателя. С 44-х летний холостяк Наси наступил с девушкой в интимные отношения, надеясь, что этим вопрос будет решен. Но утром девушка все-таки сбежала домой. Ее родители обратились в полицию. Друзья бросились в бега, но спустя два месяца все были задержаны. Всем троим были предъявлены обвинения в похищении человека, а жених обвинялся еще и в изнасиловании несовершеннолетней. В суде подсудимый продолжал клясться в чувство девушки. Судимый А говорил, что у него действительно были намерения хрениться на этой девушке. Он что-то давно ее знает, но они не были знакомы, но он наблюдал со стороны. И по сей день просил у меня прощения. Однако вместо венца он получил приговор 12 лет строгого режима. Его друзья получили по 8 лет. Приговор еще не вступил в законную силу. Северный Казахстан готовится принять семьи переселенцев из тех районов страны, где есть переизбыток рабочей силы. Для новых жителей подготовлено уже более 50 поселков. 101 семью переселенцев из трудоизбыточных регионов страны планируют принять Североказахстанская область в 2016 году. В регионе уже подготовлены 54 населенных пункта. Об этом и других вопросах журналистам рассказал руководитель управления координацией занятости и социальных программ области. Делегация нашей области была в Южно-Казахстанской области. Также ответная делегация Южно-Казахстанской области была в нашей области. Сейчас с управлениями нашим и Южно-Казахстанским мы готовим меморандум по заключению договоров с данной областью Южно-Казахстанской. Такие меморандумы мы готовы сегодня и с другими регионами. Где трудоизбыточные есть, это Магисталская, Алматинская. Мы готовы такие меморандумы заключить и работу по переселению сегодня проводить. Рассказали и о реализации дорожной карты занятости 2020. В 2015 году на это было выделено более 2 миллиардов тенге, в том числе 1,5 миллиарда из республиканского бюджета. Порядка 5 тысяч североказахстанцев обеспечены рабочими местами. К тому же в рамках программы сдано два общежития. Из общего числа участников 43% составляют женщины, 47% молодежь и 3% инвалиды. Как вы знаете, по первому направлению дорожной карты у нас завершена реализация 32 запланированных проектов. Работодателями в ходе данной реализации создано 338 рабочих мест. Было сказано и о работе по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями. Начиная с 2005 года объем выделенных на эти цели средств увеличился в 4 раза и в 2015 году составил порядка 260 миллионов тенге. Кроме того, к 2020 году планируется полностью адаптировать более 2000 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.